МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насилие в семье. Наверное, нет ни одного человека, который не слышал бы это определение. По статистике, ежедневно семейному насилию в России подвергается каждая четвертая женщина. И вот в эту страшную статистику попала наша сегодняшняя героиня Марина. Это сейчас глаза первоклассника Никиты горят. Шутка ли? Столько впечатлений от первых уроков. Марина с затаенной гордостью наблюдает за сыном. А совсем недавно в этой семье все было по-другому. Ребенок увидел, как папа душит маму. Меня просто, можно сказать, начали пытать, где бутылка, где моя заначка. То есть я только пришла с работы, я говорю, я не знаю, о чем вообще речь идет. То есть ребенок в этот момент был в своей комнате. Ну, соответственно, это уже начало переходить в скандал. Я пыталась ему объяснить, что я не знаю, где это. В этот момент, соответственно, он начал меня пытаться душить, то есть хватать за горло. И вышел ребенок из комнаты. Я увидела сзади просто глаза сына своего, который вот эту вот картину видит. То есть я даже не знаю, как описать эти глаза, этот взгляд. В пьяном угаре муж не раз и не два поднимал на Марину руку. А потом просил прощения. Алкоголь стал логичным продолжением другой зависимости – игры на автоматах. Об этом увлечении супруга Марина узнала от коллег по работе. В то время они с мужем работали вместе. То есть это происходило в день зарплаты. Я понимала, что он обязательно пойдет туда. То есть это вообще, наверное, такое было тяжелое и ужасное время для меня. Реально. То есть я стояла под дождем, на морозе, выжидала, пыталась. Я, помню, плакала, просила. Друзья убеждали – бросай его. Они видели, как Марина из веселой и цветущей девушки души компании превращалась в забитое существо. Ну, я, наверное, как и любая женщина все-таки хотела сохранить этот брак. Настолько, насколько хватит моего терпения. Терпение закончилось. Марина развелась. Муж спился и погиб. Казалось бы, вот она, свобода. Но наученная горьким опытом Марина больше не верит мужчинам и боится новых отношений. Марин, ты не обижайся. Мы будем сейчас спрашивать тебя. Нам очень важно понять, понять тебя, узнать тебя. Чтобы ты стал еще красивее, надо разобраться в тебе. В тебе внутри, да. Вот поэтому не обижайся, если наш вопрос тебе не понравится, только не плачь, не убегай от нас. Ладно? Ладно. Обещаешь? Я хочу тебе представить наших экспертов, людей, которые будут с тобой работать на протяжении этого достаточно длительного времени. Антонина Горская. Генеральный директор сети салонов Институт красоты Алиев. Главный врач Института красоты Пушкинский. Специалист по контурной пластике, ботулотоксинам и нитям. Автор научных докладов и публикаций. Ирина Ростова. Директор Центра лазерной стоматологии. 20 лет занимается организацией стоматологии. Проходила обучение в медицинских организациях Москвы, Санкт-Петербурга и США. Считает, что профессионализм и порядочность персонала – залог успеха любого дела. Анна Спиридонова. Персональный стилист. Куратор проектов шоурум «Иволга» и «Дресс-бук». Более пяти лет успешно занимается фэшн-съемками. Светлана Гонова. Нутрициолог, член Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов. Создатель и идейный вдохновитель проекта по правильному питанию «Смартфуд». Так, по-мужски обнаглевю и начну со своих мыслей. Что бы ты ни дала социуму, все нужно. Найдется тот, кто это примет. Поэтому я предлагаю тебе со мной вместе разобраться с тем, что у тебя внутри, кто ты. Я отмолчать не смогу сейчас. А если не найдется? Не у всех же находится. Нет, слушай, если она здесь, значит, найдется. Ты же пришла на фабрику счастья, правильно? Правильно. А мы все ее в этой фабрике мастера. Поэтому все найдется. Марин, сколько тебе лет? 35. 35. Ну вот, как тебе сказать? Ну нельзя себя так не любить. Извини, я тебя поругаю немножко. Ну нельзя себя так не любить. В 35 лет молодая женщина, достаточно взрослого, такого жизнерадостного сына. Ты должна быть его примером. Давай-ка надо браться за себя, мне кажется. А сколько сына? Семь. В первый класс пошел. Мужчина. Да, он уже должен прям восхищаться. Надо обязательно поработать с весом. Мне хочется облегчить лицо. А как это возможно сделать? Как возможно облегчить, ну, достаточно пухлое лицо? Да, ну, на самом деле, можно поработать с нижней частью, немножко облегчить щеки, сделать акцент на средней трети, чтобы прийти вот к тамкому же правилу, к В-образному лицу. Вот так, да? Да. В первую. Ну, в целом. Я лично с подвозь. В ту сторону. Скажи, пожалуйста, вот за время съемок нашей программы, а все знают, да, мы как бы, это не секрет, мы снимаем программу практически два месяца. За сколько можно похудеть? Ну, на сколько, проще? Я думаю, 15 килограмм – это реально. Я приверженница того, что мы начнем кардионагрузки, но без спортзала. Ммм, ходьба просто. Ходьба, даже занятия в сидячем положении. То есть я дам ей рекомендации, которые... Хорошо, мы посмотрим. ...могли бы начать активную деятельность физическую вести, но без экстрима. Что с улыбкой? Ну, вообще, к 35 годам улыбкой нужно заниматься. Заниматься регулярно, хотя бы раз в полгода посещать стоматолога. У меня героиня такой вопрос. А со своим сыном вы куда-то ходите? Я имею в виду музей, театр. Выходной день, да? Да. Выходной день. Да, у нас есть такой замечательный день, он называется День Мамы. А для себя у вас есть свой день? День Марины есть? День Марины. Раз в месяц, раз в неделю. Такой день отсутствует, к сожалению. Ну, вопрос? Нет, это главное. Главное для женщины каждое утро вставать и говорить себе, я красивая, я любимая, и я люблю весь этот мир. Тогда весь этот мир будет любить вас. А я сегодня отличусь. Как всегда. Я бываю крайне редко, категорично. Но сегодня я буду вас ругать. Я буду вас очень сильно ругать. Вообще она добрая. Потому что я считаю, что вы мазохистка, как вы уже озвучили. И вам просто нравится страдать. Вы не могли бы встать на секунду? Вот то, как вы сегодня оделись, говорит о том, что вы издеваетесь над собой. И вам это нравится. Задись, Марин. Каждый день вы должны выглядеть красиво. С любой фигурой можно подобрать нужный фасон. Будет современный образ, молодежный, потому что вы молодая, 35 лет. Это такой прекрасный возраст для женщины. И одевать себя в костюм 60-летней вдовы, да, это просто непозволительно. Ну что, я хочу сказать, Марин. Начинается новая жизнь, Марин. Начнешь или сбежишь? Мне кажется, у нее такой обалдевший вид. Начну. Не сбежишь? Мы ведь поймаем тебя. Мы знаем, где ты работаешь. Мы знаем, где ты живешь. Мы обязательно тебя поймаем. Мы все равно сделаем все, что закранируем. И все равно, да, сделаем ее красивой. Потому что это смысл нашей передачи «Фабрика к счастью». Поймать и обезвредить. Не красоту мы имеем в виду. Ну что, тогда вперед, начинаем новую жизнь. Ура. Ура. Во второй день участия в реалити-шоу Марина встречается со специалистом по правильному питанию. Ведь лишний вес уже причиняет дискомфорт героине. У Марины начала болеть спина. Сколько раз в день вы питаетесь? С реалитием где-то 4-5. То есть 3 полноценных приема пищи и 2 перекуса. Так. Из чего это состоит? В каком процентном соотношении вы кушаете белок, углеводы, овощи, крупы, жиры, поленасыщенные? Ну, углеводы я вообще стараюсь употреблять до обеда. После обеда в основном это уже белок и овощи. Марина хочет похудеть, но сделать ей это никак не удается. Я бы хотела сбросить килограмм 10-15. А что у вас на данный момент останавливает? На данный момент, наверное, останавливает моя работа. Если честно, мне очень тяжело. Я пытаюсь, честно всегда пытаюсь сидеть на диетах, но я работаю в кондитерской. И у меня кругом, просто весь день вокруг меня сплошная провокация. Это торты, пирожные, котлетки, булочки, пирожки. Надо менять схему питания. После анализа состояния кислотно-щелочного баланса выясняется, что организм героини закислен. Исправить ситуацию негазированная минеральная вода. Её нужно пить не больше двух стаканов в день. Я думаю, что в первые 2-3 недели мы исключим с вами сахар из рациона. Будем заменять сухофруктами, фруктами. Рафинированный сахар исключаем из рациона. Хорошо, будем стараться. Персональный план питания получен. Пришла пора расставаться с лишними килограммами. Лазерная стоматология Никакой боли и ювелирная точность – отличительные черты работы с лазером. Первый шаг к ослепительной улыбке – тщательный осмотр. Чтобы добиться голливудской улыбки, нам необходимо произвести профессиональную гигиенную повод с рта, а также лазерное отбеливание зубов. Лазерное отбеливание – одна из самых щадящих и при этом самых эффективных процедур на пути к белоснежной улыбке. Во время сеанса происходит не только отбеливание, но и укрепление эмали. Вот такая профилактика кариеса. Два в одном. Четвёртый день реалити-шоу Марина встречает в Институте красоты. Добрый день. Добро пожаловать к нам в клинику. Надеюсь, тебе у нас понравится. Первый этап – диагностика. Елена Лебедева – врач-косметолог, сертифицированный специалист по контурной пластике, ботулинотерапии. Кожу Марины ждёт фотосессии на уникальном аппарате Антера 3D. По сути, это настоящая фотолаборатория, которая проводит глубокое послойное сканирование кожи. Цветовая палитра подскажет врачам детальное состояние дермы, глубину морщин, пигментацию и даже сосуды. Теперь с результатами пора на консилиум. По диагностике всё хорошо, качество кожи без претензий, структура. Здесь, я думаю, другие эстетические проблемы. Скажите, пожалуйста, Марина, а у вас всегда небольшая неровность в праве асимметрия? Да, думаю, здесь показано. Лариса, а вы знаете, как вы считаете, наверное, имеет смысл поставить ботлотоксин, чтобы выровнять эту зону? Да, я думаю, что, безусловно, возможно, если нам будет недостаточно, и чтобы продлить эффект, поставить. Я знаю. Лариса Филиппова – врач-косметолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Стаж работы – 29 лет. Я бы про овал немножко обратила внимание. Да, мне кажется, немножко тяжеловат нижняя часть лица. Елена Юрьевна, очень хочу отдать Марину вам на RF-лифтинг. Вы у нас специалист по этой методике. План лечения составлен. Одна из основных задач Марины – похудеть. В этом ей помогут сеансы липомассажа на аппарате ЛПГ. Это отличная замена липосакции. Надежда Лисовская, косметолог. Стаж работы – 3 года. Марина, эта процедура улучшит лимфодренаж тела, уменьшит подкожно-жировые отложения и смоделирует вашу фигуру. В процессе липомассажа идёт прямое воздействие на жировые клетки. Они расщепляются и лишние килограммы уходят. А ещё идёт тонизирование кожи и стимуляция обмена веществ. Вот такое комплексное омоложение кожного покрова. Для оптимального результата достаточно 10 сеансов. На 23-й день проекта пришло время заняться лицом Марины. Первый помощник в этом – радиочастотный лифтинг. Микротоки стимулируют выработку коллагена. За счёт этого контур лица подтягивается, кожа становится более ровной и свежей. Закрепит и усилит результат лифт-массаж на аппарате «Лифт-6» от LPG. Это одна из самых совершенных технологий омоложения лица. Во время процедуры происходит активация скрытых резервов кожи, и она восстанавливает сама себя. И, конечно, уколы красоты. С помощью ботулотоксинов врачи мягко корректируют Марине морщинки на лбу и между бровями. Шопинг – гарантированное средство для улучшения настроения. Тем более, что стилист Анна уже подготовилась ко встрече с Мариной и подобрала для неё два ярких образа. За обувью она отправилась в убывной клуб, единственный в Нижнем Новгороде. Здесь знают толк в отличной паре. Замшевые лодочки ягодного цвета с игривым носиком сделают образ Марины более изящным. Наряды для Марины выбирают в уникальном шопинг-пространстве, где представлены результаты вдохновения итальянских кутюрье из последних коллекций. Марине, мы подготовили что сегодня? Для такой шикарной девушки мы приготовили необычайные два лука. Давайте лучше будем смотреть. Ну, немножко расскажи нам, смотри, первый для повседневной, да, мы приготовили? Для повседневной. И, как всегда, второй. И второй для выхода. Первый лук – стильный костюм с укороченными брючками. Цвета классические, узор необычный, стройнит и подчеркивает то, что нужно подчеркнуть. Девочки. Наташ, Марин, ну, красотка. Очень идёт сочетание чёрного и белого. Это классическое сочетание. У нас удлинённый блузон, который зрительно вытягивает фигуру с интересным декором в виде каких-то ярких камней, таких аппликаций, композиций. Яркие туфли-лодочки, которые контрастны. И вот эти вот укороченные брючки. У нас героиня высокая, ноги у неё длинные, поэтому она может себе позволить. Марин, тебе самой вот как в этом, наверное, тебе уютно? Да, мне уютно. Ну, расскажи, что ты... Вот ты пойдёшь так вообще по жизни? Я обязательно пойду. Это моя тема. Я обожаю высокие котлуки. Ну что ж, наша модель, как это принято говорить про таких девушек, как Марина Сайс Плюс, пошла примерить на себя второй лук. Конечно, как всегда, в этом образе мы увидим её в финале нашей программы, потому что сразу сейчас Марина отправляется к стилистам для того, чтобы её образ был закончен. А мы будем ждать её в финале. На 57-й день проекта наступил долгожданный момент – преображение. Настало время избавиться от длинного хвоста. Марина Платова – парикмахер-модельер, уникальный мастер по креативным стрижкам и окрашиваниям. Стаж работы – 23 года. Марина, я хочу убрать плотный, тяжёлый коричневый оттенок, который присутствует в волосах, добавить благородного золота. Что касается формы, мы также уберём плотную форму, создадим воздух, создадим движение. На смену тёмному цвету приходит многоступенчатое окрашивание осенний коктейль. Яркий цвет волос для харизматичной героини – то, что доктор прописал. Ему под стать и макияж – тёплый и манящий. Глаза обретут выразительность благодаря коричневому смоке айс. Помада в тон подчеркнёт пухлый от природы губы Марины. Звезда готова к выходу. Ксения Гурьянова – стилист-визажист, специалист по созданию свадебных и вечерних причесок. Опыт работы – более пяти лет. Знаете, мы каждой героине, которая снимается в нашей программе, внутри нашей работы даём прозвище определённое. Вот сейчас, героиня, которая появится у нас в этой студии сегодня, мы прозвали её прекрасная кондитерша. Представляете, как красиво. И она действительно стала прекрасной. А какой она была, давайте посмотрим. Марина, 35 лет, одна воспитывает сына первоклассника. Ушла от мужа, который её бил. Последней каплей стал момент, когда он начал душить её на глазах у ребёнка. Сейчас Марина всё время посвящает сыну. А мужчин сторонится. Боится, что они снова причинят ей боль. Но всё-таки ей хочется быть красивой и желанной. Ого, давай сюда вставать. Слушайте, я попрошу сразу. Я попрошу сразу, смотрите. Попрошу сразу. Вы посмотрите, какая красота. Марин, это что-то. Девочки, ну посмотри. Вот как у тебя ощущения у самого? Я не знаю, у меня ощущения, вот, я ощущаю лёгкость, начиная от головы и прям до кончиков ног вообще. Рассказывай свои впечатления. Ну, у меня отличные впечатления, на самом деле. Всё было здорово. Я проявила свою силу воли. Это, наверное, больше относится к Светлане, специалист по правильному питанию. Я вообще ей очень благодарна. Мне удалось похудеть на 8 килограмм. Мы как бы только что смотрели про то, какой ты была со всеми телезрителями. И сейчас мы видим, какая стала Марина, правда? Это что-то, это потрясающее. При этом она сохранила вот эту свою, как это сказать, вкусность женскую, да? Она всё это сохранила, но стала такой очаровательной. Свет, уже все потирают руки, наши телезрители, и ждут, когда же ты скажешь, что это? Вот как это, 8 килограмм за два месяца? Элементарно. Мы просто с Мариной научились делать генеральную уборку внутри себя. Что касается нашей работы с точки зрения косметологии, мы хотели поставить брови Марине на место. Они были у неё разные изначально. Но сейчас это уже, конечно, сложно вспомнить. Делали мы это с помощью ботулотоксинов. Вторая наша задача была – это похудеть лицом. Ну, не только телом, но и лицом. А цвет лица то. Да, вот это как раз возможности аппаратной косметологии. Это как раз тот случай, когда не всегда нужно введение каких-то препаратов. И когда ты правильно подбираешь метод, неинвазивный, он тоже может прекрасно сработать. Мне кажется, вот Марина живой пример этому. С улыбкой у нас всё как всегда. Любая пациентка, которая к нам приходит, первое, что она хочет, это хочу улыбаться. Улыбаться. Марина у нас молодец. Она следит за своей полостью рта. Она регулярно посещает стоматолога. Но вопрос. Разницу почувствовала? Да, абсолютно почувствовала разницу. Марина мне уже по секрету сказала, что она остаётся нашей клиенткой на самую популярную процедуру. Это профилактическая гигиена полости рта. Профессиональная. А её как часто? Навсегда. Не реже одного раза в полгода. Ну и вторая проблема, которую мы решали, это небольшой дефект, который был попадал в зону улыбки. И мы этот дефект исправили. Ну что это, Ира? Вы должны сказать, я понимаю, что после врача, к ней, в туалет не хочется. Мы сделали эстетическое восстановление переднего зуба. Сразу хочу отметить, ты просто обратил внимание на обувь для всех наших телезрительниц. Вечерний вариант обуви не обязательно может быть на каблуке. На каблуке. Платье мини. Мы позволили себе это, так как Марина просто бесподобно похудела. Я аплодирую Свете, аплодирую Антонине, потому что для меня сегодня это был шок. Я бы хотел, может быть, попросить ее рассказать про то, кем ты хотела стать, побыть, там, что-то про ведущую. Да. Были планы, они как-то реализуются, что с тобой, как с тобой, как с проектом. Я работаю над этим. Ну рассказывай, я работаю над этим. Конкретно. Ну, наверное, я просто вернусь. Я уже очень давно не занималась проведением свадеб и банкетов. И, в принципе, у меня есть уже пара интересных заказов. Да ты что? Я вернусь к этому. Наверняка ты там будешь петь, плясать. Давай. У нас в городе Нижний Новгород появилась новая великолепная ведущая банкетов и свадеб. Встречайте, Марина Чернова! Най-най, гитара мается, ай-яй, на пару с ней. Най-най, душа плечается, ай-яй, гоню коней. Судьба моя летимая тебе не поплечу. А я живу красивая, как я хочу. Это тебе красивый букет цветов от наших партнёров. Подарки. Вау. Подарки, подарки. Это от Антонины подарок для того, чтобы ты продолжал оставаться такой красивой. Всегда имел такую возможность. К нам только что присоединилась Наталья Сауткина. И ей, как всегда, есть что сказать нашей героине. Наташ. Ну, сегодня тот редкий случай, когда, увидев свою подчинённую и не узнав её, я получила истинное удовольствие. Потому что слоган компании «Мишель» – это «Мишель как воплощение мечты». Мне очень хочется, чтобы ты выкинул из головы этот негативный отрезок в своей жизни, потому что воплотить мечту можешь только ты сама. Ты уже совсем другая женщина, совсем не похожая на директора кондитерской, а больше похожая на ведущую ток-шоу «Стань звездой». И я счастлива, что у меня работают такие женщины. Я счастлива, что вообще такие женщины есть на свете, которые не боятся перемен. Будь счастлива, и у тебя всё получится. Формула красоты для Марины. Липомассаж на аппарате LPG, РФ-радиочастотный лифтинг, лифтинг на аппарате «Космеханика Лифт-6», коррекции морщин межброви и лба ботулотоксинами, коррекция положения брови ботулотоксинами, авторская стрижка в технике «Фрэш-триэнгл», окрашивание «Осенний коктейль», комплекс профилактических мероприятий полости рта, лазерное лечение кориса, эстетическое восстановление зуба. Заканчивая нашу сегодняшнюю программу, как раз вот этими словами, которые Марина только что спела в своей песне, «А я живу красивая, как я хочу», мы хотим пожелать остаться такой Марине, а вам сказать, что каждая из вас, что бы сегодня в жизни с вами не происходило, как бы вы сейчас ни сидели, ни рыдали, кто бы от вас ни ушёл и ни бросил, «Знайте только одно – счастье, оно вообще рядом». Знаете где? Счастье на нашем сайте. фабрикасчастье.ру Позвоните нашим партнёрам, назовите кодовую фразу «Фабрика счастья» и получите приятные сюрпризы. бонусы. Мишель. Как воплощение мечты. Кос Brock'sindustrie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»